Смотри, вот она приходит и обязательно начинает меня упрекать, что-то там как-то, забыла, зачем я пришла, ей упреки надо высохнуть. Я говорю, напиши вот это, без упреков и самооправдания, это главная ее беда. Вот без этой надписи ко мне не приходи. А теперь я тебе не буду говорить, еще постучу, смотри, что написано-то, и все. Так, какие у тебя просьбы? Ты пришла, чтобы наточить ножи. Ножи наточены, пожалуйста. Аккуратно, не обрежься. Еще что? Ой, хорошо бы мне там... Не понял. Да дрова-то убрать надо, этот угол-то не особо. Да это другое другое. Смотри, вчера я пригласил... Держи так, а то забудешь ее. Вчера пригласил я вас на просмотр фильма. Старейшую нашу жительницу, Сарафиму Гавриловну Плотникову. Ей 87 лет. Она, конечно, ничего не смотрит. А тут я убедил ее посмотреть этот фильм и Еремия. Насколько он здорово поставленный. Она спросила, а там плохого ничего нет. Знаешь, на начале биться за соломудрия как. Ну вот смотрит. В это время приходишь ты, села, шевелила. Твоя сестра рядом сидит, она уже на тебя разворачивается. Ты опять какое-то движение делаешь, уже двое на тебя поворачивается. Ну как так? Опоздал. Во-первых, ты точно знала, что тебе надо прийти приглашенное на 7 часов. Я тебя пригласил. А ты... А я видела. Ну сколько ты видел один раз? А я ее видел уже раз 5. И они пришли. Я ради них по деревне проехал собрать людей. Я шестой раз посмотрю. Я опять новые детали там увидел. Особенно вот когда его бьют. Он полумертву поднимается и опять продолжает. Так говорит Господь Бог. И далее-то. Ну нет таких людей у нас сегодня. Никто не бьет ничего. И все молчат. Он дальше продолжает. Вот как обличитель патриархии. Это отец Глеб Якунин. Его бьют. Он в сроке сидит. Поносит. А он продолжает дальше говорить. Как Зоя Крахмальникова. Как Гермоген был архиепископ. Вот это Гермоген. Опоздала. Почему вчера опоздала на просмотр фирмы-то? На 19 минут. Но я не посмотрела на время. Занималась делами. Все понятно. Там не посмотрела, а тут не подумала. А я многократно повторял. Если не сказал, меня не уважаешь. Меня отрицаешь. Если сказал, раз, два, три, все равно опоздать. Серафима издалека не опоздала. Сестра твоя не опоздала. Ты опоздала. Это привычка такая. И не надо не искать никаких оправданий. У нас везде эти самооправдания. Гнилые подпорки я называю. А Давид говорит в 140-м псалме. Да не уклонится сердце мое для изменения дел греховных. Это грех. Опоздание всегда грех. Рядом. Ты живешь, ну, меньше 100 метров. Рядом прям совсем. Все равно опоздание будет. А опоздание, значит, ты в это время, как он в кинотеатр заходит, который опоздавший, их не запускает. Он идет, люди отвлекаются, какие-то моменты кадры пропускают. Такой фильм, такие люди задействованы, средства, такой талант режиссеров. Нет этого толку, соображения-то. Уважения. А я заняла с чем-то другим все дела сделать к этому. Я приду на 5 минут раньше хотя бы. Нина пришла на 15 минут раньше. Серафима на 5 минут раньше. Ты опоздала на 19 минут. Вот, пожалуйста, разница какая. Урок? Урок. Да еще какой урок. В церковь приходим. Вплотную. У нас 7 минут до богослужения. Объявляется. Зайдем все в храм. А потом встанем все для молитвы. Раньше я говорил, я встану все на молитву. Стали придираться. Тут Володя подошел. Что значит на молитву? На молитву это вот. Вроде встать. Ну, понимаете, это все необразованность. А Господь говорит, когда стоишь на молитве, и вспомнишь, стоишь на молитве. Прямо Евангелие слово на молитве. Ну, я сразу убрал и стал говорить. Для молитвы. А человек совсем не стал ходить. Вот у меня в университет приходили люди. У меня образ Христа, икона стоит. Ну, на большой грифельной доске. И с этой стороны, слева от Христа, если оттуда смотреть, вот от нас справа получается, Никола Чудотворец, икона Богородица. Приходит, записку. Не так стоят. Надо наоборот поставить. Я считаю записку и отвечаю. У меня уже такие люди были. Я переставляю, но вы больше ходить не будете. Вам это не надо. Вам стыдно будет. Я взял тут же, еще раз переставил. А остальное-то зал-то все знают. Это уже смеются стоят. Этот человек больше никогда не приходит. Ему надо поумничать, сказать, а объяснить он не может. Святые все с правой стороны. А кто ближе ко Христу, они рядом, иконы стоят. Даже с икон. Это иконы. Это изображения. И здесь точно так же, в каждом вопросе какие-то изменения. Вот я женщин говорю, почему картошку варить не умеете? Всегда она разваренная. Если яйца в смятку, обязательно крутые, я их не ем. Три с половиной минуты в кипяток положила, яйца именно в смятку будут. Картошку сделай так, вот я ножиком попробовала. Она, нож свободно проходит, скорее снимай. Сняла, закрывай, сливай воду, под покрышкой, под паром, пролежи еще одну минуту, а потом убери, чтобы пар вышел. И она просушенная, настоящая. Не слушает. И так в любом месте никогда не опаздывай. Я считал, где-то слово говорил генерал Громов. Я, говорит, в жизни своей, в жизни опоздал два раза. А как опоздал? А так, говорит, сообщили о смерти матери, а он был в Афганистане, и там какая-то операция, нельзя было никак, ему оттуда выйти. А она, где, в Хабаровск, туда лететь надо было. И он знает, два раза, а у нас на дню 22 раза опоздаем, и никакой нужды нет. За 7 минут служба начинается, ну, приди. На одну минуту все равно опоздает. Я говорю, Игорь, ну, почему ты опаздываешь-то? Одна минута ничего не решает. Ну, воскресенье, сепаратор, встань на полчаса раньше. Ну, ты знаешь, что тебе в храм-то идти. Ну, встань пораньше, опять приди, чтобы без опоздания было-то. Мы греха не боимся. Во-первых, это нехорошо. А, во-вторых, опоздавшие в царство Божие не войдут, смотрите, не опоздайте. А, в-третьих, ты подаешь дурной пример и соблазн. Дети на это смотрят. Учитель никогда не опаздывает. Приди раньше, чтобы тебя видели подтянутым. Вчера говорили, какая форма учителей должна быть. Ну, одни за, другие против. Ты должен быть стройный, никогда твои домашние дела, обиды, усталости, чтобы не были. Ты всегда должен быть энергии, как положительная сегодня, как говорят, энергетика у человека. Вот она у меня. Видишь, какое воинство лежит. Так, еще вопросы какие на утро? Без упреков и без самооправдания. Что еще? Мне глины надо и песка, чтобы печку замазать. Глина возле колодца лежит, а песок, брат покажет, где он лежит. Песок у тебя рядом в песочнице, под окном. Еще что? Там надо-то пол ведра тебе. Прямо колодца куча, за колодцем у нас. Глина самая жирная. А концентрат какой, ты знаешь. Еще что нужно? Соли надо. Мне соли надо замазывать там. Без соли можно замазывать. Соль маленечко, чуть-чуть. Она отваливается быстро. Ну, чуть-чуть маленько. Так сильно не жги. Хорошо. Сначала водой промой, щели эти разные гвозьем пройди, и она все задержится. Соли чуть-чуть только нужно. Наперекал. Да, даст тебе, Володя придет. Еще что? Соли в пищу не сыпь. Ты сыпьешь, многое болеешь. Сахару не переборщай. Все равно ты ничего не помогаешь. Так что сама все там сделай. Все, больше ничего не нужно? Ничего не надо. Все, до свидания. До свидания. Мы занимаемся делом Божьим. Во славу Божьей, да благословит тебя Господь. И всегда так делай. Все.